Я всегда была, скажем так, калиптоманкой. Нет, нельзя сказать, что я прям профессиональная воровка, просто... Просто мне было скучно. Краденое всегда казалось мне интереснее купленного. Мне нравилось смотреть на какую-нибудь вещицу, испытывать волнение, вызванное воспоминаниями, связанными с кражей. Ну да, и, признаюсь, иногда я переживала, что меня поймают, но чаще кайфовала от адского прилива адреналина. Только последняя украденная вещь изменила и мое отношение к таким приключениям, и всю мою жизнь. Ту кражу я помню так, словно она была вчера, несмотря на то, что я уже много лет пытаюсь про нее забыть. Тот день был похож на сотню точно таких же тихих и скучных. На этот случай у нас с друзьями было припасено своеобразное развлечение. Мы ходили пить пиво на кладбище. И тогда поступили точно так же. Мы пришли на наше излюбленное место к старому полуразрушенному склепу. Но нас ждал полный облом, на этот раз склеп был заперт. Похоже, кто-то наконец проявил интерес к лежащему там мертвецу и решил, что мы не должны веселиться по соседству с усопшим. Ну ладно, мы разделились и пошли искать на кладбище новое пристанище. Это было нетрудно. Через несколько минут я нашла другой склеп. Одна его стена уже начала осыпаться, и мне удалось протиснуться внутрь. Там было так же, как и в остальных склепах. За исключением одного. В самом центре гробницы лежала какая-то пыльная рама, а в ней красовался венок из искусно заплетенной в косу веревки. Естественно, увидев такую старинную ценную вещь, я решила ее стащить. И я решила так. Подожду неделю и только потом продам. Это на тот случай, если вдруг кто-то заявит о пропаже. Я вернулась домой, положила свою сегодняшнюю добычу на верхнюю полку шкафа и вполне довольная собой легла спать. В ту ночь мне снилась мертвая, разлагающаяся ведьма. Несколько раз я просыпалась в холодном поту от ужаса. И сколько бы ни пыталась заснуть, каждый раз она возвращалась. В течение последующих дней кошмары стали хуже. Просыпаясь, я обнаруживала выдранные клоки волосы и кровоточащую кожу на своей голове. Я все списала на стресс и плохое самочувствие и на следующий день пошла в ломбард, чтобы продать эту вещь и навсегда о ней забыть. Мне просто стало дурно, когда продавец сообщил, что венок сплетен вовсе не из веревки, а из волос чьего-то возлюбленного. В конце девятнадцатого века была, оказывается, такая дурацкая традиция. Я хотела избавиться от кошмаров, поэтому, не торгуясь, скорее продала этот проклятый раритет. К сожалению, это не помогло. Совсем не помогло. Теперь цель всей моей жизни найти и вернуть этот венок туда, откуда я его забрала. Надеюсь, когда розыски увенчаются успехом, я наконец-то смогу... смогу выспаться. Потому что я очень устала. Я больше так не могу. ПОДПИСЫВАЙ СОМОРОВ МОЕ ży ПОДПИСЫВАЙ СОЮКО מאíveis with the